Спасибо большое. Начнем сегодняшнюю нашу встречу и поговорим сегодня о таком интересном формате, но мне кажется немножко подзабытом или не таком популярном, как, например, видео или изображение. Поговорим об инфографике, о том, что это такое, как ее можно использовать. В названии вебинара я зафиксировала одну из возможностей использования инфографики как исследовательскую деятельность, но не только. На самом деле можно еще множество других возможностей для нее придумать. Посмотрим, как всегда, разные примеры работ. Покажу разные сервисы, с помощью которых она будет создаваться, инфографика. Ссылки, как всегда, будут в чате. Можно их открывать и просматривать. Все они также сохранены в презентации. Также в презентации есть обучалки почти по всем сервисам, о которых я сегодня буду говорить. Так что скачивайте, если вам необходим обучающий материал, тогда презентация вам поможет. И мы начинаем. Если говорить об инфографике, что это такое, если вкратце в двух словах, это наглядное представление о какой-то информации. Причем информация, как правило, большая по объему, и для ее представления используются не только тексты, но и картинки, различные изображения, иконки, фотографии, другие графические объекты. У нас в чате пишут, что нет звука. Правда ли это? Если звук есть, пожалуйста, огонечек нажмите, чтобы я знала, что звук идет. Ага, есть звук. Отлично, спасибо. Значит, все в порядке. Итак, возвращаемся к инфографике. То есть наша задача интересна и необычно представить информацию. Может быть, даже информация это будет в чем-то скучноватой, в чем-то какой-то вот не очень адаптированной для восприятия. Ну, например, биография писателя. Да, мы все привыкли в школе, две страницы, параграф учебника, биография писателя. Не знаю, как у вас, у меня всегда это вызывало эффект скучности. То есть это не всегда интересно в учебнике написано. Но ту же самую информацию мы можем представить в интересном графическом виде. Эти несколько страниц учебника представить вот так вот необычно. И из этой инфографики сразу мы имеем представление и о самом писателе, о его основных книгах, о его биографии, какие-то другие интересные и необычные факты, например, как он учился в школе. И многое другую информацию можно вот таким образом интересно представить. Ну, вот еще парочка примеров. Например, слева у меня инфографика про белого медведя. Та же самая история, биологическая какая-то информация в сжатом и понятном виде, изложенном виде изображения, небольших текстовых комментариев к ним. Сразу видим и то, что здесь информация даже структурирована по блокам. У каждого блока есть свое название. Это тоже помогает интересно и необычно представлять информацию. Главное, в таком систематизированном, удобном для восприятия виде. С правой стороны это небольшая инфографика уже по литературному произведению. Гуглевскую шинель. Наверняка все читали в школе, проходили. Правда, у современных подростков слово шинель вызывает интерес в том смысле, что не все знают, что это такое, как это выглядит, как ее носили, почему самое главное, главный герой повести так дорожит шинелью. Вот ответ в инфографике. Более того, здесь инфографика сопровождается не только какими-то историческими сведениями, но и цитатами из книги. Таким образом сразу решаются две задачи. С одной стороны, даем представление о том, что представляет из себя предмет, с другой стороны, связываем его с литературой. И таких идей для инфографики можно придумать на самом деле достаточно много. Чтобы вдохновиться, можно просто зайти в интернет, выбрать какую-то тему, написать и посмотреть, какие примеры предлагает интернет, и какими-то идеями вдохновиться, и потом их реализовать уже самостоятельно. Почему инфографика так популярна? Я вам ссылочку в чат отправила, 13 причин ее популярности. Но если сводить это к основному, то инфографика помогает представить информацию достаточно просто. Она для восприятия очень хорошо ложится, то есть мы быстро можем познакомиться с иллюстрацией, прочитать текстовые комментарии, и уже иметь какое-то общее представление о предмете. Особенно в век больших скоростей это особенно актуально. Инфографика, как правило, не скучная. Конечно, можно найти примеры скучной инфографики, но в основном это увлекательное занятие рассматривать. Такие изображения. Ну и наглядное представление информации. Уже не говорим о том, что мозг картинку воспринимает намного быстрее, чем читает тексты, и вообще картинка сразу бросается в глаза. Поэтому наглядный здесь тоже ведущий принцип. Итак, что можно вставить в инфографику, из чего ее обычно создают. Стандартная инфографика – это картинки, небольшие текстовые пояснения книг. Приоритеты даются картинкам и разным иконкам, и схематическим изображениям. Текстов здесь минимальное количество, иначе вместо инфографики получится просто какой-то конспект лекции. Это не должно быть так. Дальше. В инфографику можно добавлять схемы, диаграммы и графики, особенно если вы представляете какие-то статистические данные. Ну, например, вы провели исследование, опросили респондентов, спросили их о чем-либо, и итогом можно представить в виде диаграммы, вставить ее внутрь инфографики и еще какие-то текстовые комментарии дать. Таким образом, диаграмма уже будет внутри нашей работы, она уже не будет скучно восприниматься, уже какой-то интерес возникнет. Особенно если эта диаграмма будет анимированная или еще каким-то образом красиво оформленная. Далее. В инфографику стали добавлять разные объекты, списки, ленты времени, гиперссылки на вип-ресурсы. Это особенно актуально, когда инфографика перестала быть просто картинкой, когда это действительно полноценная интерактивная работа, интерактивный проект, поэтому ссылки на другие вип-ресурсы полезно вставлять. И таким образом, если читателю интересно узнать что-то подробнее по теме, он может перейти по ссылке на другой вип-ресурс и уже там узнать подробности. Расширяется представление. Ну и поскольку инфографика переехала в интернет, активно его обживает, поэтому медиа-объекты тоже можно вставлять. В основном это видеоролики, можно карты, можно опросы и даже небольшие викторины. Вот как все это сделать, мы сегодня и посмотрим. А вот с левой стороны у меня несколько книг для вдохновения, что называется. Может в фонде библиотеки они у вас и есть на самом деле. Это как можно представить в инфографике практически все. Вселенную, музыку, кинематограф, литературу. В этой серии вышло достаточно много интересных изданий. Можно их найти или в интернете, или в библиотеке. И вдохновиться, что называется. Посмотреть, что на самом деле для создания инфографики достаточно воображения, фантазии, идей. И ничего невозможного практически нет. Итак, из чего начинается создание инфографики? По сути, это настоящая исследовательская работа. То есть не смотрим на то, что такая веселая развлекательная картинка. На самом деле за ней стоит очень серьезная работа. И можно целую исследовательскую деятельность развернуть со своими учениками, итогом которой будет создание вот такой инфографики. Итак, начинаем мы с цели, с темы, с идеи, что мы хотим создать, по какой тематике и так далее. Проще всего, конечно, создавать инфографику по какой-то научно-популярной тематике. По биологии очень много таких инфографик про животных, про растения, что всегда интереснее смотрится. Чаще всего так, хотя можно и по литературе, как мы увидели, создавать. Ну и вообще, наверное, по каждому предмету можно выбрать такие темы подходящие. Далее начинаем сбор материала в интернете, в книгах, в источниках, изображения, видео, гиперссылки. В общем, все, что возможно, заранее собираем. Самый тяжелый, но самый интересный, наверное, этап – это аналитика и обработка информации. Нам этот массив данных нужно каким-то образом систематизировать, сжать до минимума тексты, сократить, подумать, какие картинки брать, какие нет. Может быть, какие-то картинки заменить на иконки, которые более схематичны. В общем, такая серьезная работа. Ну и, наконец, уже напоследок мы переходим к дизайну и попытаемся все это воплотить на практике. То есть выбираем либо программу, либо сервис, который нам в этом поможет. Я не буду говорить про фотошоп, хотя пишу, что настоящий создатель инфографики пользуется только фотошопом и ничем больше. Ну это здорово, конечно, но мы сегодня посмотрим более простые инструменты и начнем уж с… перед тем, как, собственно, перейти к этим инструментам, еще пару слов о том, что нужно учесть при создании инфографики, особенно если вы первый раз этим занимаетесь. Ну, про достоверность не будем говорить, это само собой разумеющееся. Если мы берем какие-то факты, то это должны быть реальные факты. Обязательно проверяем не по Википедии, а по солидным, авторитетным изданиям. Далее. Понятность инфографики. Есть, конечно, желание как можно больше в формат вставить информации, но учитываем то, что это должно быть понятно. Каким-то образом даже люди, которые не очень в теме, должны посмотреть на нашу картинку и понять, о чем это. Отсюда другой принцип лаконичности. Ну, я уже говорила о том, что необходимо сжимать информацию. Это тоже очень полезное умение, особенно если вы со школьниками занимаетесь следовательской деятельностью. То есть сжимаем, сокращаем вместо текстов, придумываем какие-то схематические картинки. Структурируем. Как правило, инфографика делится на несколько блоков. И если даже они визуально не выделены, они все равно существуют. И на это тоже опираемся. Желательно единый стиль оформления. Если мы выбрали туда вставлять фотографии, то у нас должны быть только фотографии. Если мы выбрали, допустим, инфографику с изображениями клепарта, то у нас должен быть клепарт в едином стиле. Это тоже важно учесть. Ну и даже касается шрифта, цвета и всех остальных особенностей. Ну и еще важный момент – читабельность. Инфографика – это, как правило, картинка. И если ее нет возможности увеличить и просмотреть подробнее, то мелкий шрифт может затруднить просмотр, как и мелкие картинки. Поэтому здесь важнее читабельность и хорошее качество изображения, чтобы в крайнем случае можно было хотя бы его увеличить. И прочитать. Ну, собственно, переходим к сервисам. Начнем мы с такого момента, что сразу скажем, что сервисов для создания инфографики на самом деле не очень много. И много, ну как много, большая часть – это зарубежные сервисы, в частности, Канва, которая заблокирована на территории России, о которой до сих пор мы все грустим, которая давала хорошие возможности и в том числе для создания инфографики. И сейчас многие сталкиваются с тем, что и интернет с фильтрами, и зарубежные сервисы использовать нельзя. Поэтому используем максимально то, что у нас есть в распоряжении. Если даже у нас нет выхода в интернет, и нет никаких сервисов, мы можем взять программу PowerPoint и попробовать на слайдах создать пробную инфографику. Вот два примерчика у меня сейчас на экране. Это обычные слайды, презентации, развернутые в вертикальном формате, разделены на блоки, сделаны по одной общей схеме. Красная книга Мурманской области. Небольшие факты о животном, о его ареале обитания, питании, и небольшая статистика по месту жительства и по продолжительности жизни. Вот таким образом можно создавать с помощью PowerPoint. Большой плюс в чем этой программе. Во-первых, здесь большое количество шрифтов, и вы можете загрузить без ограничения любые шрифты, которые захотите. Дело в том, что в зарубежных сервисах все-таки со шрифтами кириллическими достаточно сложно обстоит ситуация. Мы сейчас будем смотреть и в этом убедимся. Не все поддерживают, а вот здесь как раз проблем с этим нет. Можно самые серьезные рукописные шрифты загружать и все это использовать. Второй плюс, конечно, это нет привязки к сети, нет привязки к онлайну. Мы можем сохранить это в любом формате, как картинку, например, или как презентацию показывать на мероприятии. Ничего такого в этом нет. Единственное, что у нас здесь нет готовых дизайнерских решений. То есть вот мы сами как решили, так и сделали. Мы можем добавлять картинки, к тому же PowerPoint удаляет фон у этих картинок. Это удобно. Мы их можем даже слегка перекрашивать. И вот это, пожалуй, самое такое сложное, что здесь нет готовых шаблонов. Что есть у других зарубежных сервисов. Мы все-таки не дизайнеры, поэтому, наверное, бывает немножко трудновато. Вот этот дизайн я подсмотрела, на самом деле, не моя выдумка. Это я подсмотрела и немножко под себя адаптировала. Но, тем не менее, если совсем никак, то можно и PowerPoint взять на вооружение. Что касается сервисов для создания красочной инфографики. Вот сервисы, которые специально только по инфографике работают или хотя бы у них есть шаблоны для ее создания. Вот про них и будем говорить. Итак, начнем с сервиса, который, наверное, дольше всех живет в интернете. Это сервис Изали. Изали по-разному. Я слышала его произношение. Ну, в общем, наверное, от английского Изи легко. Он действительно достаточно несложный, хотя и на английском языке. Я вам парочку ссылок отправлю. Первое – это то, которое вы на экране видите. Второе – это тоже созданное в этом сервисе, но без шаблона. На экране – это пример инфографики, которую буквально я создала минут за 20-30 для примера. Не претендуя на высокую художественность, просто показать шаблон и как в нем все работает. То есть это уже готовый шаблончик. Я просто заменила картинки и написала свои тексты. Делается довольно быстро. Итак, сразу смотрим, что здесь есть. Ну, во-первых, опять-таки, у всех этих сервисов есть бесплатные и платные тарифы. Понятно, что бесплатные будут с ограничениями. Ограничения я вынесла в левый верхний угол, в правый верхний угол. Вот, в частности, здесь бесплатно доступно около 20 шаблонов. Не очень много, но зато каждый шаблон мы можем под себя переделывать, перекрашивать, естественно, удалять объекты и вставлять свои собственные. Что важно для этого сервиса? Важно запастись картинками, потому что он монетизировал картинки довольно сильно, оставил только какой-то минимум. Картинок их очень мало на самом деле. И вот то, что есть в шаблоне, можно использовать. И плюс маленькую библиотечку в разделе «Графика». Вот я в красную рамку вынесла как раз все объекты, которые можно добавить внутрь инфографики. Итак, в графике здесь у нас небольшая библиотечка разных элементов, которые можно добавить. Плюс здесь же можно загружать свои изображения. До 60 картинок можно загрузить. Но не в одной инфографии, в сумме. Далее. Тексты. Разные тексты и списки, и заголовки, и подзаголовки. Как только мы добавляем какой-то объект или текст, открывается панель редактирования. Вот в частности здесь у нас панель для редактирования текста. Здесь, собственно, кнопочки все понятные. Шрифт, размер, цвет, расстояние между строчками. И можно даже элемент на слайде нажать на кнопку «Лок» и заблокировать его, чтобы он не двигался, не перемещался. Это особенно удобно, если у нас очень много объектов. Друг на друга все накладываются, как вот на этом шаблоне. И чтобы они не двигались при перемещении мышкой, можно их блокировать. Минимальные настройки. Можно перекрашивать, естественно. Иконки, которые из раздела сервиса, можно перекрашивать. И тексты тоже можно перекрашивать. Плюс к тексту можно добавить ссылочку. По-моему, картинкам тоже ссылки добавляют. То есть инфографика может быть и здесь интерактивной. Дальше. В разделе «Бэкграунд» мы можем перекрасить фон. Есть уже готовые подложки, которые можно просто применять, либо делать это вручную, заливая цветом или выбирая картинки для фона. Если нам шаблон разонравился во вкладке «Темплейт», мы можем опять вернуться к шаблонам и выбрать что-то другое. «Чартс» – это раздел для добавления диаграммы графиков. Во всех сервисах диаграммы графики добавляются стандартным способом. Создаются прямо внутри. Заранее ничего делать не нужно. Просто вызываем нужный тип диаграммы, заполняем табличку с данными, и на основе нее у нас создается диаграмма. Последнее нововведение – это добавление видео с YouTube. Добавляется оно через ссылку на YouTube, вставляется внутрь инфографики, и там можно его просматривать. Готовая работа. Что с ней можно сделать? Здесь есть кнопка «Даунлоуд», если вы обратили внимание. Она позволяет скачивать картинки. Естественно, если у вас внутрь инфографики вставлено видео, оно будет как картинка. Вы не сможете его проиграть, конечно же, просто это будет изображение. Единственное, что изображение среднего качества, не сказать, что совсем плохое, но и не самое высокое, поскольку платный тариф существует. Дальше. Но мы можем получить через кнопку «Ш» ссылку на нашу работу и также код, чтобы встроить ее на страницу сайта и блога. Если вам так удобнее, можно через ссылочку. В этом случае качество будет высокое. Вот, пожалуй, в целом и все. Из дополнительных опций, что здесь еще есть хорошее, что можно взять на вооружение, здесь есть возможность организовать совместную работу, дать доступ к инфографике всем желающим, и можно создать класс. Она здесь называется класс-группой и приглашать к совместной работе соавторов, например, школьников, совместно с ними создавать один проект. Такая опция есть. Класс даже ничем не ограничен, особенно. Вот такой вот сервис. С одной стороны, есть и плюсы, и минусы, ну, как обычно. В общем, в целом, основные нам понятны, я думаю, его возможности. Дальше. Еще один сервис называется PictoChart. Опять-таки, давайте я вам ссылочек в чат добавлю. Так, это у нас ссылочка на сказку «Теремок». Это как пример. К сожалению, картинка не в самом высоком качестве. Как она мне досталась, я так с вами и делюсь. Но это пример того, что можно инфографику даже по сказке создать. К вопросу о том, что невозможное возможно. Ну, и еще пара ссылок. Это обзор сервисов для инфографики, сделанных в PictoChart. И вот мой, собственно, пример, который сейчас у меня на слайде. Это я тоже сделала по готовому шаблону. Ничего сложного не оказалось. Как примерчик шаблона и как это все выглядит. Забыла сказать, ну, наверное, вы заметили, что инфографика, она в основном вертикальная и выглядит в виде такой вот полосы. Это самый частотный формат инфографики. Если в пикселях смотреть, это 700 на 2200. Вот. Это можно во всех сервисах этот стандартный формат увидеть. Некоторые сервисы предлагают горизонтальный. Это в виде слайдов уже получается. Ну, в PictoChart здесь есть и такая, и такая. И вертикальная, и горизонтальная. Давайте на нее посмотрим. Итак, сразу про возможности. Опять-таки, бесплатный тариф. Есть ограничения. К сожалению, пять проектов можно создать, и два из них можно скачать в хорошем качестве. Даже не в хорошем, а в высоком качестве. Максимально. Вот эту вот картинку про пять здоровых привычек, да, она у меня в максимальном качестве скачана, очень хорошо смотрится. И увеличивается, и уменьшается. Все отлично. Если нет возможности скачать, то опять-таки ссылка есть, и код можно вставить на страницу сайта и блога, если мы захотим. Итак, конструктор очень похож. Вообще все конструкторы, которые мы будем смотреть, они в чем-то похожи. Кнопочки знакомые. Достаточно один сервис освоить, и во всех остальных становится намного проще работать. Выбираем шаблон. Можно с нуля, можно что-то из готового. Здесь около 170 шаблонов. То есть такое приличное. Жаль, что только пять проектов, но шаблонов много. Выбрать есть из чего. Ну, поехали. Конструктор смотреть. Слева, сверху, вниз. Графика. Это библиотека элементов. Здесь их достаточно много. Самые разнообразные. Черно-белые, красочные. Они и мультяшки, анимация такая небольшая. В общем, библиотека хорошая. Можно загружать, естественно, в своей картинке и фотографии. Дальше. Тексты. Опять-таки разных форматов. Разные. Побольше, поменьше. Под заголовок, заголовок и тому подобное. Помним, что не все поддерживают Кириллицу. Там по каждому шрифту нужно смотреть. В красную рамку я сейчас вынесла так называемые дизайнерские элементы. Если нам сложно на первых порах, и мы не знаем, как красиво сделать, то здесь вот эта вкладка придет нам на помощь. Здесь уже есть готовые красивые блоки с информацией, которые можно целиком перенести в свою инфографику, а дальше их запомнить. Ну, вот смотрим. Например, здесь фотогалерея. Интересно оформленная. Графика с текстом. Вот такие вот красивые стикеры можем нарисовать. Просто в списке с какими-то маленькими иконочками. Ленты времени. Сравнение. Два объекта. Инфографика очень любит два объекта сравнять между собой. Плюсы и минусы. Вот такая возможность тоже есть. Это не все. Они просто на слайд не влезли. Ну, в общем, если нужно, для начинающих дизайнеров очень хороший раздел. Дальше. Вкладка Colors. Цвета, естественно, перекрашивает картинку. Можно фотографию как фон поставить. Можно залить одним цветом. К градиентам. Есть такие возможности. Чарт. Знакомые нам. Диаграммы, схемы и графики. Опять-таки заполняем табличку и вставляем. Раздел карты. Вот по картам здесь особый вопрос, потому что добавлять можно только карту всемирную. К сожалению, все остальное в платном тарифе. Но если есть необходимость, добавить карту мира. Она есть. Все, что мы загружаем, вот здесь вот сохраняется в разделе My Files. То есть оно с вами остается, и вы можете одни и те же изображения вставлять в разные инфографики. Они все в одной папочке будут собраны. И еще, что здесь можно сделать, это, не помню, можно ли здесь добавить видео запамятного. По-моему, можно. Да, есть вкладочка Mo. Больше возможностей. Она позволяет добавлять видеоролики с YouTube сюда. Опять-таки по ссылке. Все как в предыдущем сервисе. Чем Пикточарт отличается от всех других сервисов? Оно дает возможность озвучить инфографику и записать на ее основе целый обучающий урок. Вот для исследовательской деятельности к вопросу. И для этого создаем, естественно, сначала наш проект. Затем нажимаем вот на этот значок наверху с видеокамерой. Это бета-версия. Пока бесплатно ее можно протестировать и даже записать видео. Подключаем веб-камеру. Открываем инфографику на весь экран и записываем объяснение. Голосом, за кадром. В виде такого кружочка мы здесь будем отображаться на фоне инфографики. И мы рассказываем. По сути, читаем лекцию маленькую по этой инфографике. Достаточно для этого микрофона и доступа к камере. Вот через эту зеленую кнопку все это делается. Дальше больше. Дальше этот видеоролик, который мы записали, мы можем красиво оформить. То есть добавить к нему заголовок. Выбрать какой-то красивенький шаблончик для этого видеоролика. Можно добавить к нему еще интро. То есть это в самом начале какая-то маленькая заставочка. И в конце окончание. То есть, по сути, получается как такой блок, видеоблок. По сути, на основе нашего проекта. Пиктачарь, кстати, умеет делать не только инфографики. Он еще и презентации хорошо делает. Так что можно озвучивать и презентацию тоже таким же образом. Вот так это все работает. На полученное видео можем получать ссылку, код, вставлять ее на сайт, в блоге, делиться с нашими учениками, например. Пока это, повторюсь, бета-версии, доступные в бесплатном тарифе. Можно воспользоваться и записать. Естественно, поскольку это бета-версия, она может иногда с какими-то недостатками срабатывать. Но у меня недостаток был, например, что у меня не записалось вот это вот интро в самом начале. Он отказался мне создавать. То ли это со скоростью интернета было связано, то ли с проблемами на сервисе. Ну, а в целом, вот просто обычный видеоролик с веб-камерой записывается. Все нормально с этим. Далее. Идем дальше. Сервис Снапа. Забавное название и забавный сервис, на самом деле, он мне очень нравится. Хотя, казалось бы, что, как в песне, ничего такого в нем нет. Но, тем не менее, он предлагает очень интересненькие шаблончики. Если походить по многим сервисам, посмотреть на шаблоны, то можем увидеть, что есть очень-очень похожие. Более того, я встретила два сервиса, где практически одни и те же шаблоны были. Хотя, наверное, создатели разные у этих сервисов. В общем, Снапа здесь выгодно отличается. Он такие вот веселые, интересные шаблоны предлагает. Это прям готовый шаблон. Я его просто на русский язык перевела, чтобы было интереснее. И вот, да, забавный факт о животных. И таких шаблонов в нем достаточно много. Сейчас, если я найду циферку, я скажу. Там около 50 шаблонов примерно вот в таком виде. Есть посерьезнее. Они не все такие веселенькие. Но в основном они довольно необычные. Красочные, яркие, бросающиеся в глаза. Вот, например, история спорта. В таком интересном виде можно ее представить. Он выглядит немножко иначе. Конструктор здесь находится вверху, а не сбоку. Но кнопочки все те же самые. Сервис предлагает неограниченное количество инфографики создавать. Проектов может быть столько, сколько вы захотите. Шаблоны, естественно, можно переделывать. Но скачивать их можно только 3 штучки в месяц. Но я думаю, если мы не ставим это на поток, то 3 штуки в месяц вполне достаточная цифра. Все созданные проекты вы можете сохранять у себя в кабинете и в пределах лимита скачивать. Он не дает ссылки, он не дает кода. Только вот скачивание. Инфографика здесь обычная. Картинки и текст в основном. И еще вот разные стикеры и формы. Этим ограничивается, но все равно довольно обаятельно получается. Ну, по кнопочкам, если пробежаться, бэкграунд, это фон. Есть готовые варианты, и можно свои заливки использовать. Эффекты. Это что касается разного оформления у текстов и у картинок. Например, рамочки, тени какие-то. Вот в данном случае здесь у меня эффекты для текстов открытые. Расстояние между буквами, цифрами, тени, цвета. В общем, настройки здесь довольно подробные. И выбор шрифта, в принципе, неплохой. Далее. Графика. Это уже готовая библиотека изображений. Можно что-то из нее выбрать. Здесь, кстати, все бесплатно. В библиотеке изображений. Ну, и если они не монетизировались. Я сейчас очень так осторожно отношусь ко всем заявлениям. Мало ли что. В любой момент все может поменяться. Пока вроде нет. Дальше. Ну, и шейпс. Это форма различной трюгольники, кружочки, стрелочки, разные другие необходимые штучки. Каждый объект мы можем перенести на передний, на задний план. Удалить, продублировать. Стандартный размер инфографики 800 на 2000. Можно его немножко поменять, если захотел. В целом, вот такая вот несложная программка. Единственное, что на английском языке. Я уже повторяюсь, что если очень сложно с английским, то можно попробовать перевести на русский с помощью правой клавиши мыши. Перевести на русский язык. Она в Google Chrome так называется. В Яндекс.Браузере может быть по-другому. Ну, тоже такая опция есть. Яндекс.Переводчик и Гугл.Переводчик нормально с этим совсем справляемся. Отвлеклись немножко, возвращаемся, идем дальше. Переходим к более сложным форматам. Инфографика у нас становится интерактивной и становится анимированной. То есть это разные всплывающие картиночки, текстики, появляющиеся плавно, там, мелькающие на экране. Вот такой формат предлагает сервис Инфограм. Это тоже один из долгожителей. Он довольно давно в интернете живет. Интерфейс немножко поменял, но не сильно. Примерчик моей инфографики на экране. Я вам две ссылочки кинула. Первая ссылка это про чтение и вторая ссылка моя, которая сейчас на экране. У меня анимация на моей ссылке очень лаконичная. Там только заголовок всплывает красивенько. А вот в первой ссылке там есть интерактивная диаграмма со всплывающими подсказочками. Итак, ну давайте смотреть. Опять-таки есть шаблоны у этого сервиса. Раньше он начинал вообще с 8 бесплатных шаблонов. Это было очень мало. Сейчас их достаточно много. Я не стала считать, сбилась со счетом, точнее говоря. Но достаточно много можно выбрать. А здесь они посерьезнее будут. Это вам не снапа веселая, яркая. Здесь они серьезные, очень лаконичные. Сам дизайн здесь на черном фоне. Все. Так что все сурово. Кнопочки здесь даже уже никак не подписываются. Просто по картинкам надо догадаться, что может добавлять та или иная кнопка. За каждой кнопкой скрывается подробное меню. Открываем, смотрим. Здесь очень хорошо прописан дизайн. Здесь вот прямо каждую запятую, каждое желание клиента здесь учли. Бесплатно можно создать 10 проектов. Скачать их нельзя, но есть ссылка и код. Можно вставить на сайт и в блоге. Давайте смотреть. Итак, начинается по картинкам понятность. Добавление текста. Тексты здесь разные. Не только заголовки, подзаголовки. Здесь можно оформлять цитаты. Интересные блоки с фактами. 50 фактов О. Как один факт, так и несколько таблиц можно оформлять. Как только мы выбираем какой-то элемент, он у нас появляется на экране, открывается конструктор для его редактирования. То есть, если у нас, например, в данном случае выбран вот такой формат, это у нас цитата выбрана, то, естественно, мы можем перекрашивать фигурки и самостоятельно подписывать тексты. Далее. Что здесь еще интересного? Библиотека изображений. Давайте я все вкладочки назову. Это у нас политексты. Это у нас графики, диаграммы. Они очень простые, похожие на все сервисы. Открывать отдельно я не стала. Это просто таблицы, которые мы заполняем данными, и на их основе рисуется у нас диаграмма. Дальше. Библиотека изображений я открыла. Вот она у нас здесь. Мы видим, что здесь большая, достаточно серьезная библиотека. Часть картинок платные, но бесплатных тоже достаточно. Здесь у нас есть иконки двух разных типов. Есть цветные, есть черно-белые. Есть фотографии, стикеры, видео, фон. То есть, мы его добавляем как фон к инфографике. Он красиво у нас там на заднем плане переливается. Есть гиф-анимация. Есть отдельно флаги разных стран. Есть поиск. Правда, поиск на английском языке. Если что-то нужно быстро найти, нет времени в библиотеках искать, то вот на английском можно поискать. В разделе «My uploads» можно добавить свою картинку, свою фотографию, если мы хотим. И с правой стороны у меня сейчас настройки для картинок, например. Как видим, здесь достаточно все подробно. Можно картинку перемещать на передний и задний план, настраивать у нее прозрачность, добавлять к ней анимацию. Анимация здесь двух видов на вход и на выход. То есть, на появление и на исчезание объекта. Естественно, можно перекрашивать, если мы берем иконки, например. Их можно перекрашивать в любой цвет. Если это текст, то мы можем менять у него шрифт, размер. И еще несколько более тонких настроек тоже присутствует. В общем, здесь все довольно подробно. Вот этот вот элемент я пропустила. Это все те же карты, которые нам разрешают добавлять только к карту мира. Настройки здесь такие же, как у пикточарта. То есть, там ее можно немножко перекрасить, добавить какую-то статистику к ней. Не обязательный элемент, но есть такая возможность. Вот эта вот штучка называется дизайнерские элементы. Это я не помню, сделала я скриншот. Да, сделала. Вот он. Это разные дизайнерские элементы, готовые блоки с информацией. Здесь их множество. Ленты времени, заметки, тексты с картинками, с иконками, фотогалерею, красивые списки, план каких-то мероприятий, диаграммы уже готовые форматы. Не самостоятельно мы рисуем их. А здесь уже есть дизайнерские, оформленные. Разные схемы, горячие точки. То есть, такие точечки, на них нажимаешь и появляется окошечко всплывающее. Тоже красивенько можно это все сделать. В общем, берем их вот в этом разделе и каждую часть этого блока мы настраиваем. То есть, если это текст с картинкой, то мы меняем текст, меняем картинку, перекрашиваем и сохраняем. Дальше. Эта кнопочка добавляет у нас фигуры. И вот последний значок с тремя точками, он добавляет возможность видео. Видео поддерживается с YouTube. Добавляем по ссылке, просто нажимаем на YouTube, вставляем ссылку, сохраняем и оно появляется в инфографике. Здесь в инфографику можно вставить даже несколько страниц. Допускается до пяти страниц в каждом проекте. То есть, можно делать многостраничную инфографику, похожую на презентацию. То есть, если информации совсем много и в одну просто не помещаемся, то здесь можно ее на несколько страниц разнести. И тоже вот каждую страничку так вот красиво оформить. В общем, возможно, здесь очень хороший, очень широкий. Похожий на него сервис Prezi. То есть, ссылку я забыла. Забыла, забыла. Ну, ладно, что делать. Ну, вот на экране эта картинка. Давайте я попробую сейчас быстренько ссылочку получить. Проверьте, пожалуйста, должна открываться. Сервис Prezi. Вот я сделала до вебинара, как раз вчера делала вот такую инфографику в этом сервисе. В принципе, неплохо, мне понравилось. Хорошая библиотека, здесь я ничего от себя не брала, картинки все взяла из самого сервиса. Все бесплатно, и шаблон тоже готовый, бесплатный. Сервис Prezi. Вот мне интересно. Они, наверное, очень похожи. Да, спасибо. Значит, все в порядке со ссылкой. Они очень похожи с инфограммом. Мне кажется, что у них даже одинаковые создатели, но это только мои догадки. А может, они дублируют друг друга, кто их знает. Потому что конструктор один и тот же, и даже внутри конструктора элементы тоже одни и те же. У Prezi, правда, немножко сокращенный вариант. У нее немножко облегченный, кое-каких функций нет. Бесплатно Prezi позволяет создавать пять проектов. Тоже можно в каждом несколько страниц добавлять, если необходимо. И все те же знакомые кнопочки. Тексты, диаграммы, графики, карта, только карта мира, как мы помним. Дальше картинки. Можно загружать свои. Видео. Здесь отдельно выделено видео. Вот такой значок. Ну и дизайнерские элементы. Вот они. Все те же самые. И через вот этот значок со стрелками добавление форм. Почему-то вынесли отдельной строкой вот так. Все, что мы загружаем, оно сохраняется в разделе «Моя библиотека». «Моя лайбрари». Там все элементы, которые мы добавим, все там будут сохраниться. Ну, а принцип работы все такой же. Набираем нужный элемент, щелкаем, сохраняем и редактируем. Редактирование здесь достаточно подробное. Ну, вот, пожалуйста. Вот как я ее создавала, инфографику. Выбрала я картинку. Ее можно перекрасить. У меня он фиолетовый зонтик. Можно перекрасить в любой другой цвет. Выбираем расположение. Размер картинки. Можно мышкой, можно в пикселях прямо. Прозрачность, анимация. Все основные настройки здесь присутствуют. Таким образом можно красивую тоже работу создавать. Библиотека здесь неплохая. Есть и видео, и картинки, и гиф-анимация присутствует. Плюс можно свое видео загружать с компьютера. Правда, не очень тяжелое, но можно. Так что не только на YouTube можно созваться, можно свой видеоролик тоже добавить. В общем, Prezi хороший инструмент. Он не только создает инфографику. Это, кстати, его побочный приработок. Изначально Prezi это сервис для создания презентации. Ну, то есть название, я думаю, понятно. Это вот инфографика у них появилась относительно недавно. Довольно симпатично выглядит. Единственное, недостаток маловато мне показалось шаблонов. Есть шаблоны, все с диаграммами, с графиками. Я не очень люблю такую инфографику. Я не люблю эти диаграммы и графики, если честно. Искала побольше картинок. В итоге вот такой нашла вариант. Вот на выходе. Что мы имеем? Ссылку и код, как обычно, чтобы встраивать на сайты и в блоге и делиться с читателями. Тут я все говорю про зарубежные сервисы, которые на английском языке. Что насчет русского языка? Есть один сервис, зарубежный, но русифицированный. Более того, он сейчас дизайн обновил, стал немножко симпатичнее. У него хорошая база. Там более 100 шаблонов предлагается. Ссылочка на экране. Ссылочка в чате, картинка на экране. Это тоже я взяла примерчик. Похож на Извеле. Шаблон похожий. Мне кажется, что тоже дизайнеры заимствовали или похожие дизайнеры работали. Но тоже я взяла шаблон готовый и немножко его подредактировала. В общем, довольно быстро все создавалось. Он на русском языке. Поэтому работать проще. Опять-таки, есть ограничения. Бесплатно 5 проектов он создает. И основные настройки здесь такие. Можно добавлять тексты разного вида. Иконки. Здесь хорошая библиотека и иконок, и картинок. Можно использовать уже готовые. Они рассортированы по категориям. Можно найти. Есть поиск. Поиск на русском языке тоже есть. Так что, если вас пока пугают англоязычные сервисы, можно попробовать сервис в Engage. Здесь как раз попроще будет в этом смысле. Диограммы на основе таблиц. Карты. По поводу карт. Вот я забыла и здесь себе не сделала отметку. По-моему, там есть возможность несколько разных карт добавить. Поменять можно, естественно, фон. Загрузить свою картинку. Изменить цвет. Окраску. Вкладка импорт изображения. Это вкладка для загрузки своих собственных картинок, которые мы будем добавлять с компьютера. Есть небольшая библиотека бесплатных фотографий. И есть хорошая штука. Называется она интерактив. Это возможность добавлять видео с YouTube. И есть возможность ставить опросы внутрь инфографики. Вот с этим мы еще не сталкивались. Опрос очень простой. Что-то вроде голосовалки. Например, это подходит в тот случай, если мы делаем, например, даже не инфографику, а просто афишу информационную с мероприятием. Допустим, презентация книги. А в конце опрос. Придете ли вы на мероприятие? Да, нет. Или, а как вам книга? Понравилась, не понравилась? Ну вот. А результаты опроса можно в целом в кабинете потом посмотреть. Плюс из интерактивного сюда можно вставить ссылки. Вот значок для добавления гиперссылок. Ну, например, к любому тексту мы можем такую добавить. Или к картинке тоже. Это возможно. Анимации здесь особо нет. Здесь вот интерактив дается за счет видеороликов и ссылок и опросника. Готовая работа, естественно, можно поделиться, получить ссылку и код. Можно скачивать как картинку, не в самом лучшем качестве, но можно скачать. Ну, в общем, все основные функции есть. Единственное, что, конечно, 5 проектов маловато будет. Но для того, чтобы потренироваться, посмотреть вполне достаточно. А там можно завести еще один аккаунт, если очень сильно понравится. Сервис ВИСМИ тоже сейчас обновился. Сейчас очень многие сервисы меняют свой интерфейс. И мне все время приходится переписывать обучающие материалы. Ну, что делать? Ссылочку отправила в чат. Итак, тоже хороший инструмент. Возможности у него очень хорошие. У него, может быть, у единственного нет ограничений по количеству проектов. То есть мы можем создать здесь безграничное количество проектов, но дается нам вот такая вот штука 100 мегабайт на загрузку своих изображений. Если мы берем из библиотеки сервиса картинки, то это вообще никак не отображается. А вот если грузим с компьютера, то да, там нужно смотреть, чтобы не очень тяжелые были картинки, чтобы на большее количество проектов нас хватило. Сервис похож на инфограмм. Он тоже такой серьезный, в темных тонах. У него много различных шаблончиков. Он, кстати, кроме инфографики, еще умеет делать графику для соцсетей. Но он не дает ее скачивать, поэтому это не очень интересно. Просто ссылочкой можно поделиться. Еще он делает презентации неплохие. Так что вот имеем это в виду. Конструкторы примерно похожи. Его презентацию, инфографики. Вот так он выглядит, этот конструктор. Давайте по порядку. Здесь тоже очень много всего интересного. Большая библиотека. Раздел Basic. Это основной стартовый набор для создателей инфографики. Здесь у нас есть заголовки и тексты. Разные шрифтовые пары. Но, может быть, для русского это не так актуально, потому что не все шрифты поддерживаются. Дальше. Различные фигуры со статистикой. Такие кружочки, внутри которых написаны проценты. Или что-то вроде этого. Ну, красиво оформленные цифры, я бы так это назвала. Дальше. Графика с текстом. Картинка и текстовое сопровождение. Это уже прям готовые блоки. Я сейчас вам перечисляю. То есть их можно просто вставлять и редактировать. Диаграммы. Фотогалереи или фотоколлажи. Ну, и кнопка для действия. Она не рабочая, потому что гиперссылки, к сожалению, здесь стали платными. И поэтому кнопка с действием, то есть переход на другой сайт, она будет неактивна. Про нее не смотрим. Дальше. Это вот стартовый набор уже готовых элементов. Если мы такие более продвинутые пользователи, мы можем самостоятельно что-то создать свое, используя библиотеку графики. Она здесь достаточно подробная. Фотографии. Создавать можно различные диаграммы, схемы. Менять, естественно, цветовую палитру. Все, что мы свое загрузим, оно вот в разделе My Files сохраняется. А я вам хочу показать вот Media и Apps, что имеют эти кнопки. Кнопочка Media позволяет добавлять видеоролики. Но это мы уже проходили. Это ссылка на YouTube. Это нам все понятно. Есть новенькое. Встраиваемые объекты. В качестве встраиваемого объекта мы можем добавить любое объект из другого ресурса. Например, у нас презентация. Или вот у меня есть игра, например, из сервиса Learning Apps. Я взяла код, вставила, и оно у меня внутрь инфографики вставилось. То есть таким образом мы можем сделать интерактивную инфографику, сопроводить ее, например, игрой, презентацией, не знаю, какую-то интерактивную картинку вставить. В общем, все, что создано в других сервисах, у кого и у чего есть код, можно вставлять внутрь инфографики совершенно спокойно. Дальше. Добавить музыку можно. Вот музыка фоновая для просмотра. Я не стала к своей инфографике ее добавлять. Мне кажется, она отвлекает. Но на самом деле можно. Через кнопочку Add Audio. Вот она. Выбирать можно только из библиотеки сервиса. Свою нельзя. Но библиотека очень большая. Там можно выбрать. Более того, там можно настроить музыку, чтобы она потише, погромче играла, не так сильно отвлекала. И чтобы она начиналась не сразу, с какого-то момента. Со второй секунды, с третьей и так далее. Это в отличие от всех других сервисов весьми это умеет. Ну и раздел Apps уже не стала я делать. Это подключаются другие сторонние ресурсы. Например, Google карта. Ну, вот такие вот дополнительные возможности. В частности, вот с картой можно здесь попробовать. В общем, неплохой сервис. Хорошо, что они уменьшили, убрали эту опцию по количеству проектов. У них тоже было раньше 5 и все. Сейчас можно многое. Но ограничения только на загрузку здесь присутствуют. Ну, дошли мы до чудесного сервиса Genial. Я о нем уже не первый раз и не последний, наверное, говорю. Я вам сейчас много-много ссылок отправлю в чат, потому что действительно в нем создана работа очень много, и они все очень разные. Сервис Genial был недавно вебинар по этому сервису. Я о нем подробно говорила, в том числе и про инфографику рассказывала. Он дает возможность создавать различный интерактив. Плакаты, презентации, инфографику, собственно. Почему у меня ссылки не рабочие? Должны работать. Нет, я открыла. У меня открылись ссылки. Да, все открылись. Можно их скопировать из чата и попробовать открыть в браузере. Вот, спасибо, работают. Если из чата не открываются, то можно попробовать их копировать и вставлять в браузер, в отдельное окошечко, тогда должны заработать. Чем инфографика отличается от презентации все-таки? Инфографика – это один слайд. Презентация – это несколько слайдов. Инфографика – это сжатое представление об объектах. Иногда схематические, иногда в виде картинок. Все-таки презентация – это больше текстовая информация на слайдах. Может быть, многошество картинок, но, как правило, инфографика, она все-таки более схематична. Информация представлена более сжата. Можно из инфографики сделать презентацию, добавить туда несколько страниц, и получится презентация. Но это все-таки немножко разные форматы. Презентация хочет максимально объять все невозможное. А инфографика – это сжатое представление. Только факты, ничего лишнего. И минимально это все. И текстов минимум, и картинок не так много. Поэтому жанры – это все-таки немножко разные. К тому же инфографика начиналась просто с картинки. Это сейчас она стала интерактивной, и стала больше похожа на презентацию. А изначально инфографика – это была просто картинка, просто плакат, на котором какие-то картинки, какие-то тексты. Просто вот слайд такой вот. Поэтому жанры – это немножко разные. Итак, сервис Genially предлагает инфографику разных форматов. Есть вертикальная стандартная, есть горизонтальная в виде слайда. Можно добавить внутрь инфографики несколько слайдов, и тогда она у нас будет многослайдовая инфографика, многостраничная. Конструктор здесь достаточно подробный. И самое замечательное в этом сервисе, что нет ограничений на количество создаваемых ресурсов. То есть ресурсы можно создавать в любом количестве, без ограничений, но не использовать платные шаблоны. Они там помечены определенным значком. Конструктор выглядит вот так на экране. Давайте я быстренько расскажу. Я не буду предыдущий вебинар пересказывать, просто вкратце напомню. Итак, внутрь инфографики вставляются тексты. Ну, в данном случае на тексты открыты. Картинки. Библиотечка здесь очень маленькая, поэтому нужно выбирать с компьютера, загружать с компьютера. Дальше есть вкладочка ресурсы. Здесь есть готовые дизайнерские решения в ресурсах, и вот в этой вкладке смарт-блоки здесь есть красивые уже готовые дизайнерские решения, которые можно использовать. Ну, например, вот смарт-блоки смотрим. Здесь вот красиво оформленная карта, можно вставить как блок. Здесь можно текст с картинкой вставить. Вот такие карточки интересные. Внутри этого блока все можно менять, то есть тексты менять, свои картинки загружать. Это вот красиво оформленная цитата для украшения. Можно добавить. Сейчас я отвечу на ваш вопрос, чтобы я не прерывалась про Женни Лиды скажу. Вот на помощь приходит такой формат. Что здесь еще есть с интерактивным? Ну, во-первых, можем загружать свои картинки, вот в раздел с картинками, да. Здесь есть возможность добавлять внутрь вопросы, то есть, по сути, викторинку маленькую создать, называется это интерактивные вопросы. Вот, правда, они здесь по одному добавляются, не сразу целая группа, а вот один вопросик, но, тем не менее, можно такую устроить, викторинку маленькую из одного вопроса внутрь инфографики вставить. Дальше, естественно, фон меняется, то есть можно свою картинку загрузить, можно взять из шаблона, можно залить одним цветом, градиентом, возможностей достаточно много. Вкладка «Инсерт» отвечает за различные медиаматериалы, которые мы добавляем. Ну, например, можно добавить аудио. Аудио добавляется по ссылке, или мы можем озвучить, прямо вот взять микрофон и озвучить нашу инфографику, как у пикточарта это было, просто наговорить и вставить это на саму инфографику, как значок. Видео добавляется с YouTube по ссылке или из Google Диска просто загрузкой. И вот встраиваемые объекты здесь тоже возможно. Через кнопку, через вкладку «Адес», другое, можно любую игру, например, вставить, презентацию, любые другие объекты по коду. Ну и самое замечательное, что здесь еще есть, это интерактивные метки. Так называемые горячие точки. Вот прямо поверх инфографики можно вот такие добавить кружочки, значочки. Вот, и к этим значочкам можно прикрепить дополнительную информацию. Называется это интерактивный элемент. Ну вот, например, что можно прикрепить к значку. Можно добавить анимацию, чтобы он красиво переливался, но это не самое главное. Самое главное вот, добавить интерактивность. А что под интерактивностью еще можно здесь подразумевать? Это может быть окошко с какой-то справочной информацией. Всплывать оно будет красиво при наведении на нее курсора. Дальше. Можно целое окно сделать. Например, вот такое окошко. Мы нажали на кнопку, открылось окно, ну а в окошке уже картинка и какой-то текст. Или видео какой-то текст, или просто текст, или может быть еще что-нибудь другое. В общем, такой слайд внутри инфографики. Это расширяет возможность, это помогает больше и больше информации вставить. Только она оформлена будет в виде вот таких вот интерактивных меток. То есть скрыта, по сути. Ссылки на веб-ресурсы, пожалуйста. Вот есть раздел ссылка. Мы можем ссылаться на веб-ресурсы. Интерактивность можно добавлять не только к меткам. Интерактивность можно добавить к любому объекту на экране. То есть вот все эти картинки, которые я вставила в шаблон, они могут появляться, передвигаться, меняться. Более того, можно сделать, чтобы каждая картинка открывалась на весь экран. Если по некоторым картинкам пощелкать, по-моему, у меня в заповедниках такая опция включена. То есть можно открыть на весь экран картинку в инфографике, посмотреть на нее поближе. Это очень удобно. Так что возможностей у Джинни, наверное, пожалуй, больше, чем у всех остальных сервисов. За исключением того, что нельзя загружать свои аудиофайлы и фоновую музыку добавлять. Это только в платном тарифе. На выходе мы получаем ссылку, мы получаем код и встраиваем это на страницу сайта и блога или делимся с читателями. Включается она сразу в интернете, не сохраняется нигде. Но по ходу своего рассказа я говорила, где можно скачать инфографику, а где ее скачать нельзя. Допустим, у сервиса СНАПа можно, у Пиктачарта можно, у ИСИЛИ можно, в НГЭЧ и ВИСМИ тоже есть ограничения по скачиванию, но тоже можно скачать. А есть сервисы, где скачать нельзя, она существует только в интернете. Ну, например, Джениали, ну, например, какой еще, Прези, да, Инфограмм. Они не дают возможность для скачивания, а только по ссылочке можно посмотреть. Если вы очень-очень хотите скачать инфографику, то можно использовать скриншот. Ну, я думаю, знакомая вам технология, есть на клавиатуре клавиша, которая называется Print Screen. Вот инфографику разворачиваем на весь экран, нажимаем на клавишу Print Screen, и у вас есть снимок экрана. Вставляем его куда мы захотим и используем как картину. Вот такой пиратский способ присутствует. Ну, естественно, в таком случае видео играться не будет, и ссылки не будут рабочими. Просто у вас будет красивая картинка. Вот такой вариант. Где используют инфографику, сейчас покажу. Ну, я вам по примерам подавала инфографику. Вот, пожалуйста. Прежде всего, инфографика используется для визуализации информации. В интересном, доступном виде ее рассказать. Поэтому использовать можно в учебном процессе. Например, не параграфы школьникам задавать, а посмотрите, вот, инфографику. Но самое здесь интересное, попросить школьников самим создать ее. То есть им нужно будет прочитать параграф, выбрать оттуда информацию, ее структурировать, подобрать картинки, может быть, ссылки какие-нибудь, и красиво это все оформить. Целый проект получается. То есть возможностей много, на последнем слайде я вам еще покажу парочку возможностей. Заканчивая с инфографикой, еще один сервис просто для информации, если вы учитель биологии, географии, химии, ну, естественных наук, в общем. Да, есть такой сервис, называется BioRender. Это сервис как раз для создания научной инфографики, как они это позиционируют. Они создают вот такие интересные иллюстрации. Я взяла самую простую, потому что я не все понимала, поняла в этом сервисе, я не учитель химии. Вот. Круговорот в природе. Вот такой шаблончик есть, и можно красиво оформить вот инфографику о том, как происходит весь процесс. Минимум текста, максимум картинок, и в общем все понятно. Давайте смотреть. У сервиса огромная библиотека изображений. Вот я ее сейчас открыла, здесь все рассортировано по категориям. Животные. Вот, например, я открыла то, что мне понятно было. Про животных. То есть здесь есть рептилии, господи, омеликопитающие, вирусы, растения, и еще куча всяких других объектов. Это только животный мир. Здесь есть схемы разных, господи, ДНК, разные химические вот эти вот штучки, формулы. Вот. Извините меня, учителя химии, я не помню, как это называется. В общем, вот если вы, с наукой занимаетесь, и вам в инфографику необходимо какую-то формулу ДНК вставить, я не знаю, какую-то химическую модель, то здесь все в библиотеке есть, и в бесплатном тарифе можно пять проектов таких научных создать. Вот конкретно заточенных на биологии. Вот. Здесь можно и свои картинки использовать, и из библиотеки. У сервиса очень простой, здесь тексты и картинки, ничего более, дальше работу можно скачать к себе на компьютер. Вот. Сделать такую маленькую научную инфографику. Вот. Такой вот дополнительный инструмент. Ну, и все мы про зарубежные сервисы, как у нас с отечественными технологиями. Не очень хорошо. В плане инфографики, сервис, который вот только бы инфографикой занимался, такого вообще пока не существует. Есть сервис, который предлагает несколько шаблончиков, не так их много. Это сервис Супа. Отечественный инструмент. Наш создатели. Я вам два примера одной и той же инфографики сейчас в чат отправила. Первая ссылочка – это статичная картинка, которую можно скачать на компьютер. И вторая – это та же картинка, но уже анимированная. И то, и другое я скачала в бесплатном тарифе и сделала это тоже бесплатно. У сервиса Супа, ну, он на русском языке, само собой понятно, ограничений для количества проектов здесь нет. Единственное, что часть шаблонов здесь платная, часть изображений тоже будет платная. Ну, возможности неплохие. В основном сервис специализируется на создании контента для социальных сетей. У нас следующий вебинар как раз будет посвящен картинкам для социальных сетей. И там я к этому сервису еще раз вернусь и поподробнее о нем еще раз расскажу. Сейчас меня интересует только инфографика. Я зашла в раздел с шаблонами, набрала слово инфографика и мне выдало немного. Их там около десятка, наверное, причем ряд из них платные оказались. Ну, вот из бесплатного я нашла вот такой и вам его показала. Давайте посмотрим, на что это похоже. Конструктор очень простой. Основные элементы здесь присутствуют. Можно загружать свой контент. Картинки, иконки, гиф-анимацию до 400 мегабайт. Дальше. Можно всегда переключаться между шаблонами. Если один не понравился, можно выбрать другой. Я взяла шаблон о пользе бега и переделала его в пользу чтения. Дальше. Есть библиотека элементов. Есть библиотека текстовых надписей. Вот с русским языком здесь как раз уже получше. Можно со шрифтом поиграть. Есть объекты, есть фотографии. Библиотека небольшая. Можно это все использовать в проекте. Естественно, можно перекрашивать фон. И отдельно тут еще есть графика разнообразная для добавления опять-таки в проект. Если здесь объекты, это фигуры были, то здесь вот разные графические элементы. Ну и диаграммы тоже можно создавать прямо внутри сервиса, заполняя табличку. В общем, все основные элементы для инфографики здесь присутствуют. Что еще? Есть новенького у этого сервиса то, что здесь подключилась возможность искусственного интеллекта. В разделе тексты. Интеллект здесь может генерировать картинки и может генерировать тексты. Но если тексты можно бесплатно, то с картинками это только платная опция, если вы платный тариф купите. Что по поводу текстов? Выбираем опцию «Создать текст» и вписываем запрос. Что нам нужно? Например, я хочу узнать про пользу чтения. Вот у меня инфографика, я хочу про пользу чтения инфографику создать, но не знаю, в чем польза. Попробовала задать эту задачку искусственному интеллекту. Он вывел мне 10 пунктов в пользу чтения, причем очень подробно и в принципе очень неплохо справился с задачей. Так можно использовать искусственный интеллект 5 запросов в час ему задавать, и он будет вам генерировать разные идеи. Тут есть небольшая справочка, как им пользоваться, даже примерчики. Такая вот хорошая штучка. Кроме того, что он умеет генерировать текст, он еще может переводить инфографику на другие языки. Ну, собственно, текстовую надпись он может переводить и делать информацию более сжатой и более подробной. Это как только мы какой-то текст добавили, щелкаем по нему, открываем вкладку с искусственным интеллектом, там есть опция обобщить, то есть сделать этот текст сжатым и наоборот расширить, сделать этот текст поподробнее. Так что такие интересные возможности есть у этого сервиса. Далее, из интерактивности. У сервиса есть возможность добавлять гиперссылки. Но это в том случае, естественно, если он у вас будет существовать в интернете. Если вы дали ссылку на ваш проект, и вы будете ссылкой делиться. Гиперссылка может ввести на другой веб присутствия. И если у вас несколько слайдиков, то ввести на какой-то другой слайд. Но больше это подходит, наверное, для презентации, чем для инфографики. Нам подходит вот ссылка на веб присутствия. Ее можно прикреплять, например, к любому тексту, который нам понравится. Это в общих чертах о сервисе Супа. Ну, там все на русском, все понятно. Как я сделала два разных варианта с анимацией и без анимацией. Вверху на панели инструмента есть кнопка, которая так и называется анимация. Ой, я ее, наверное... Ну, ладно. Поверьте мне на слово, она есть. С правой стороны вверху, вот здесь, вот есть кнопка анимация. Если ее включить, то мы получаем на выходе файл в формате MP4, в формате видеоролика. Мы можем скачать и то, и другое. И видеоролик, и картинку. Картинка обычно без водяных знаков. На видеоролике, если вы посмотрите, есть водяной знак слева внизу. Уточка такая нарисована. Если вас эта уточка смущает, то придется либо без анимации работать, либо покупать платный тариф, либо еще есть сервисы для удаления водяных знаков. Вот. В этом случае придется воспользоваться их услугами и от уточки от этого избавиться. В общем и целом, в общем, неплохой сервис, но больше он, конечно, не для инфографики, а для соцсетей таких простеньких картинок, афишек, знаете, разных. Просто красивые картинки, где хорошо с ними работает. Поэтому в нашем вебинаре поговорим про красивые картинки. Ну и в заключение немножко развлечемся. Инфографика – это ведь не только исследовательская деятельность. Инфографика – это еще и развлечение. Инфографику можно использовать для создания игровых заданий в школе, в библиотеке. Ну, например, наверное, вы все знаете про облакослов, что это такое. Это несколько слов, объединенных какой-то общей темой и красиво оформленные в виде облака или не только облака, в виде какой-то фигуры. Можно тысячу раз спорить, инфографика – это или нет. Может быть, да, может быть, нет. Тут все расходятся. Но в том, что это зримое представление о каком-то объекте, это несомненно. Ну, в данном случае, вот, пожалуйста, рассказ о книге «Остров сокровищ». Здесь у нас зашифрован в виде такого действительно острова представлен. Таким образом, мы создаем вот такие интересные облака слов, что с ними делать. Ну, например, как игровое задание дать школьникам. Угадайте, о какой книге идет речь. Или поставить на выставку, распечатать, красиво оформить и поставить на выставку, как информацию о книге, например. Можно много чего придумать с этим совсем. Ну, или вот, пожалуйста, еще одно задание. Собери стихотворение. Тоже как часть какой-то викторины, какой-то игры. Пожалуйста. Можно, чтобы и сами школьники что-то подобное загадывали, рисовали и использовали. Тоже, по сути, как маленькая творческая работа. Может быть, не такая исследовательская, но тем не менее. Дальше. Еще одно игровое задание. Назови автора. Зашифровано много-много произведений. Задача участника – назвать, кто это такой. Или вот еще такой вариант. Найди лишнее. Здесь нужно все рассмотреть, прочитать и вспомнить, какое из этих произведений здесь будет являться лишним. Какое здесь не должно быть. Вот таких заданий можно придумывать много. И вот был вопрос, как можно использовать. Вот и так можно использовать в качестве каких-то игровых занятий и увлекательных моментов. Как это все делается? На самом деле, сервисов для создания облаков слов безумно много. Их там более десятка. Есть просто сервисы, которые просто такие картинки генерируют. Вам только нужно закинуть туда список слов, но дальше сервисы сделают за вас. Это вообще очень просто. Там даже регистрироваться не надо. Но их довольно много. Я парочку выбрала. В них, конечно, вот в этом сервисе, который так и называется, облако слов. Вот, Cloud. Здесь регистрироваться не надо. Но здесь, кроме того, что просто мы закидываем список слов и из них создаем какое-то облако, можно здесь еще немножко интерактивы добавить. Ну, вот, пожалуйста, в разделе список слов выбираем опцию «Редактировать». Просто вписываем слова с новой строки. выбираем, какая будет форма облака, каким шрифтом будут написаны слова, направление слов. То есть они все только горизонтально будут или, может быть, еще вертикально или наклонно. Цвета выбираем. Ну, и дальше сервис нам генерирует нечто. Мы эту картинку скачиваем и делимся с читателями, с пользователями. Просто распечатываем ее картинки, как правило, в хорошем качестве. Их можно сохранить на компьютере использовать. Вот, пожалуйста. Это я очень простенький создала примерчик, да, про стихотворение Нермонтова. Да, по поводу интерактивности. Где она, собственно? Можно каждому слову, которое мы в это облако слов вставляем, прикрепить ссылку на веб-ресурс. Здесь просто какой-то был уже список слов заранее сделан. Естественно, это надо все удалить и новые слова сюда вписать. Это позволяет сделать облако интерактивным. То есть, нажимая на словечко, мы переходим на какой-то веб-ресурс. Ну, я не знаю, что у нас может быть. Например, список произведений какого-то писателя, да. Мы нажимаем на название произведения и нас перекидывает в электронную библиотеку, где мы эту книжку можем почитать. Такая вот интересная штука. Меню такое интерактивное получилось в виде облака слов. Может быть, у вас какие-то другие идеи возникнут. И еще один сервис похожий, да, по поводу скачивания. Вот, пожалуйста, скачать как картинку, можно поделиться онлайн, пожалуйста. Можно в разных форматах скачивать. И еще один сервис, ну, у кого конкретно не открылось, вот она, пожалуйста, вот таким образом. Это у меня форма парусника. Ну, парус вроде как видится. Ну, сервис так увидел парусник, ладно. И еще один сервис напоследок. Это сервис WorldCloud. Это сервис для создания тоже облака, WorldArt, извините. Сервис для создания облака слов тоже с интерактивом. Вот так на картинке он у меня не интерактивный. Давайте я вам ссылочку добавлю. Должна открыться. Проверьте, пожалуйста. Что это такое? Это набор сервисов. Я так зашифровала. Это сервисы для создания интерактивного видео. У нас будет вебинар на эту тему. Так что, если интересно, приходите. Если нажать на какие-то названия сервисов, то вас перекинет на сайт этого сервиса. Ну, по сути, такой маленький путеводитель в одном виде. Можно сделать и обычную, стандартную картинку. Без вот этих всех интерактивностей. Давайте я вам елочку покажу. Ну, тоже это было шуточной манере. Это для выставки к Новому году. Вот такая елочка. Она не интерактивная, это просто картинка, ну, просто для интереса, для красоты можно так оформить. Сайты, блоги, выставки, где угодно, для оформления, короче говоря. Как здесь работает? Здесь более подробные настройки. Здесь надо зарегистрироваться. У вас будет личный кабинет, где все будет храниться. Точно так же от нас нужен список слов, который просто вставляется в таблицу. У каждого слова можно выбрать размер, минимальная единичка, максимально. Чем больше поставим цифру, тем больше будет слова. Цвет. Ну, со шрифтом здесь не очень хорошо, русский не все поддерживает, поэтому можно оставить это без изменений. Далее, после того, как мы, собственно, этот список создали, мы можем сразу нажать на кнопку визуализировать. Но перед этим еще стоит обратить внимание, вот, shapes, выбор формы слова, как будет ваше облако смотреться. Дальше, шрифты, опять-таки. Дальше, подложки, лейаут, ну, выбираем, короче говоря, то, что фон, да, слово вспомнила, фон, ну, и, собственно, стиль самого облака. Вот по всем этим вкладочкам переходим, смотрим, настраиваем, и вот здесь все должно отображаться. Нажимаем на визуализацию и сохраняем наше облако. Его можно скачать, и можно ссылочкой поделиться или кодом вставить на сайт вблог. Вот. Такая вот штучка замечательная. Ну, и как еще можно использовать инфографику? По поводу ссылок. Вот. Специально я сделала слайдик. Здесь мы вставляем напротив каждого слова ссылочку. Да, вот. Для каждого слова я выбрала цвет, размер, ну, и ссылки могла бы вставить к каждому слову свою ссылочку еще добавить. И как еще можно использовать инфографику? Инфографику можно использовать как опрос. Облако слов. Знакомая история, но мы можем, например, провести опрос у школьников, у читателей, и результаты этого опроса оформить в виде облако слов. Можно это сделать в режиме онлайн прямо на мероприятии, а можно это задать как домашнее задание или просто ссылкой поделиться, чтобы как-нибудь потом участники ответили. Я вам сейчас отправила ссылку на опрос, что такое осень, ассоциации, к слову, осень. К сожалению, из-за блокирования то ли отечественных серверов, то ли зарубежных, но ссылка может открываться медленно, к сожалению. Раньше побыстрее она работала, вот, поэтому заранее изменяют за скорость, но ссылка рабочая, она должна открыться. Сервис для создания таких опросов называется AnswerGarden, сайт, господи, сад вопросов. Регистрироваться в нем не нужно. Вы просто придумываем тему опроса, придумываем в каком режиме он будет проходить, но чаще всего выбирается вот этот режим Classroom, где каждый может неограниченное количество вариантов предложить. Дальше, длину ответов на вопрос вам нужно как пользователю пароль, чтобы вы смогли редактировать это и просматривать, ну и собственно, после этого ссылку получаем и делимся, что я сделала сейчас. Вы можете ответить на вопрос, нажать на кнопочку Submit и тут же у вас появится перед вами облако слов. Вот все, кто поотвечал, они вот тут же в режиме онлайн должны появиться все ответы участников. Чем чаще упоминается одно и то же слово, тем больше оно шрифтом будет выделяться. Это хорошая штука для проведения мероприятий, опросов различных, где мы не просто там голосовалку получаем в процентах, а мы можем визуально представить результаты опроса в виде вот такой картинки. То есть мы сразу видим, какой вариант ответа победил, за какой вариант проголосовало больше участников. Да, у нас там не будет статистики в процентах, может быть, в количестве ответов, но зато это красиво, визуально представлено. Эту картинку мы можем поделиться, там распечатать, не знаю, еще как-то использовать, ну, вставить на сайт или в блог. В общем, возможности здесь разнообразные. Так что, если говорить о том, как использовать инфографику, здесь не ограничиваемся только исследовательской работой, проектами. Мы с помощью инфографики представляем новую информацию. В социальных сетях очень хорошо это все заходит. Инфографика очень интересно пользуется в социальных сетях. Можно представить в виде инфографики творческую работу. Я уже говорила, что школьникам вместо проекта предложить, например, что-нибудь в виде инфографики представить. Дальше. Мы можем инструкцию нарисовать в виде инфографики первое, второе, третье, четвертое. Можно свое собственное резюме составить с помощью инфографики, но вдруг получится. Да и, в общем, по любой тематике можно составить такую информационную картинку, которая поможет нам сориентироваться в информации, расскажет сжато, понятно и просто и желательно интересно о том, что это за явление, чем оно для нас важно. Самый главный вопрос, который сталкиваются все, кто начинает работать с инфографикой, это где брать картинки. Желательно же, конечно, чтобы были картинки эти без фона, уже обработанные, специально для проектов предусмотренные. Поэтому я тут слайдик отдельно выделила, где можно найти несколько сайтов с библиотеками изображений. Они вам могут пригодиться не только для инфографики, но и для презентации, например, для каких-то проектов, для издательской деятельности. Это картинки, свободные от авторского права, то есть их можно использовать без ограничения в любых проектах. Вот мои любимые сайты, и вот эта последняя ссылка, это целая презентация со ссылками. В общем, библиотек таких довольно много, и чтобы просто в пустую не ходить в интернете, можно взять готовые уже подобранные изображения и их использовать. На этом я свой рассказ заканчиваю. Как всегда, все координаты мои на экране, вдруг какие-то вопросы, пожелания, предложения. С инфографикой мы не прощаемся, потому что еще будет вебинар, ну, не сказать, что прямо скоро, но в следующем году календарном будет вебинар, посвященный диаграммам, графикам и разным красивостям, связанным с этими графиками и диаграммами. Так что мы продолжим тему, но немножко попозже. Как всегда, приглашаю вас в группы, в каналы Телеграм, если вы не подписаны, подписывайтесь. Ссылочка на курс, как обычно, я уже не буду, кто уже не первый раз слушает, я уже устала от того, что я рассказываю, но тем не менее, курс стартует, я надеюсь, он будет интересным, в том числе, там целый модуль посвящен инфографике, так что, если у вас не доходили руки самостоятельно что-то освоить, приходите на курс, мы освоимся вместе, ну, и плюс к тому, вы еще получите свидетельство установленного образца прохождения курсов повышения квалификации, это тоже большой плюсик, вот, так что, не упускайте возможность, курс каждый год у меня разный, тема одна и та же, а курс всегда разный, так что, приходите, я надеюсь, что будет интересно и не бесполезно, вот, а вас благодарю за внимание, что вы меня выслушали, продолжаем на следующей неделе, да, в понедельник, все в то же время, поговорим о создании картинок для социальных сетей, вот, спасибо вам большое, берегите себя, вопросов я не увидела, ну, надеюсь, что было интересно, да, бодренько я старалась, ну, всего доброго.